добрый день здравствуйте здравствуйте сегодня смотрю да начинается эфир отлично добрый день сегодня мы выходим в эфир в другое время не так как обычно я не смогла вчера выйти в эфир поэтому сделаем урок сегодня и хочу поговорить сегодня да хану хасамех радостного и светлого праздника всем и мы зажгли уже четыре свечи сегодня зажигаем пятую я более чем уверена что историю хануки и значение света свечей все это вам уже в последнее время преподали в разных формах и узнали вы много много разных интересных вещей и много разной информации получили я же как бабушка боже помощью одна из важных вещей моей жизни это то что я бабушка да так вот бабушка своих брейнара нужно помощь 18 внуков так вот я как бабушка хочу затронуть сейчас такой вопрос добрый день все здрасте я тоже рада встречи я хочу затронуть вопрос как бабушка такой света и спичек да иногда маленьким детям говорят не надо баловаться со спичками не дай бог может случиться пожар вот я хочу сегодня поговорить о некой специфике света и как нам всем правильно с этим светом обращаться и конечно хочу задать такой вопрос умеете ли вы правильно пользоваться светом или огнем который вы зажигаете и если у вас примеры некого неосторожного или неправильного пользования этим светом или огнем да можно написать сейчас можно написать об этом после урока когда может быть мы поймем какие-то некие вещи и придем какому-то некому согласию пониманию что и как правильно хорошо делать я хочу рассказать о том что сейчас не сейчас вообще работаю по роду моей деятельности с молодежью и и вот последнее время мне приходится часто сталкиваться снова привившими в Израиле или даже с теми кто живет давно в стране может быть вы слышали что в последнее там последнее время достаточно много говорится о том что в нашу страну приехала алия из которых 86 процентов вообще не евреи это в этом году да 179 тысяч но прибывших в этом году 86 процентов из этих 179 тысяч это не евреи не с какой стороны не по аллахе не не по аллахе вообще вот и вот общаясь как-то с одной из девочек из такой вот алии я не услышала такой вопрос такое высказывание даже больше сказала вот у нас есть у нас есть наш праздник и он нам понятен да у нас есть елочка у нас есть дед мороз у нас есть подарки у нас происходят прекрасные добрые дела и чудеса и так далее да приходит дед мороз приносит нам подарки мы все этого ждем вот это чудо раз в году мы живем этим что мы ждем этого чуда для нас это праздник чуда а что у вас вообще вот этот праздник да ну страну приехали уже более двух тысяч двух тысяч лет тому назад приехали добрые греки помните из детства мы еще знаем от райкина и жванецкого что в греции в греции все есть да так вот приехали греки из греции у которых все есть которые все знают совершенно на необыкновенном уровне интеллигентности интеллектуальности знаний понимания пришли светлые большие красивые люди они пришли не убивают нас да они добрые лапочки прекрасные люди они пришли для того чтобы научить нас всему да они хотели сделать нас евреев темных людишек вот наконец-то образованными и чем мы празднуем то мы празднуем в ханаку чему вы веселитесь да потому что как плохие дети не захотели учиться вероломно восстали вместо учения вам дают учиться вам показывать такое знание вам показывает рассказывающий такой правильный свет правильные вообще философы понимания вообще ну все на свете и вместо этого что три года воевали большое счастье пришли ваш храм который уже разрушен который вообще полностью да там для того чтобы зажечь огонь в храме что ж такого праздничного плохие девочки мальчики сбежали с уроков на хулиганили да теперь зажигают гордый огонь что ж такого хорошего в вашем празднике спрашивают эта девочка это один вопрос есть еще одна вещь который я надеюсь что я к концу нашей беседы смогу дать урок или может быть мы вместе с вами придем к пониманию действительно что ж такого есть еще одна вещь про которую как бы я вот думаю последнюю неделю я нахожусь в одной из групп групп фейсбука и там одна женщина мама уже нескольких детей очень хорошая женщина знаю лично очень приятный человек исключительная она соблюдает где-то уже порядка там 20 лет может быть вдруг она поняла что ей по жизни стало очень тяжело она совершенно как бы не понимает почему делая максимально много хороших вещей правильных то что говорят раввины и так далее и так далее все равно тяжело и все равно какие-то проблемы в семейной жизни может быть в отношениях с мужем и может быть воспитание детей ведь она в общем-то живет совершенно правильно я знаю честно говоря невероятно хороший человек добрый правильный и так далее и у нее действительно вопрос как же такое может быть как же такое может случиться я живу правильно почему со мной такое происходит может быть из вас кто-то слышал когда-то такое выражение рябуй ор слышал кто-нибудь если слышал напишите да рябуй ор огромное количество света увеличивающийся свет да то есть вот свет который полностью заполоняет все свет огонь свое нерелигиозное время я слышала такой они до анекдот я думаю что многие этот анекдот слышали и знают как собрался один еврей в отпуск он пришел крови но спросить что им на что его можно смотреть на что ему нельзя смотреть после нескольких вопросов получив на все разрешение молодой человек спрашивает ну а на что же нельзя еврею смотреть и раввин ему говорит на сварку наверное нельзя смотреть так вот в свете нашего урока этот даже не очень смешной анекдот на мой взгляд да приобретает совсем другой смысл чем тот когда я его слышал там свое время юношестве в детстве почему нельзя смотреть на сварку еврея что происходит когда он смотрит на сварку знаете когда человеку понравилась какая-то идея или что-то показалось ему очень интересным мы говорим что он зажегся до или когда человек влюбляется есть такое выражение ослеп от любви либо и ор в кабале говорится о том что огромное количество света и человек слепнет и в результате что получается что вместо правильного использования света человек получает полную темноту то есть ослеп ослеп от огромного количества света когда нам приходит что-то хорошее у нас нет правильно подготовленного сосуда воспринять это хороший и понять что происходит в кабале говорится об этом есть некое выражение такое шверат килим разбитие сосудов если вы в тонкий стакан наливаем кипяток да все могут сказать что с ним происходит он разбивается то же самое сосуд не может выдержать кипятка то есть температура которые мы не налили то же самое и мы каждый из нас организм наша внутренний наш внутренний сосуд нашей души иногда не состоянии выдержать тот свет даже самого хорошего самого замечательного который идет на нас до солнца это благословение это как бы это наша жизнь мы за этого не можем жить но если мы смотрим на долго на солнце то у нас начинает кружиться голова и такие знаете черные точечки появляются в глазах в голове да то есть думаю что кто-то из вас многие смотрели когда-то на свет и свет любой свет любой огонь который есть очень важно правильно уметь применять это благословение это 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 клей этот инструмент свет который нам да и понятно что нужно для его применения также правильный сосуд греки его ним да они хотели принести нам свет ну что это был за свет ну что это был за свет вы знаете как на иврите пишется слово иван греции до ют вав ну три таких палочки да ют маленькая палочка вав чуть побольше ну еще более длинная все очень четко все очень последовательно как такая как бы но если бы добавим к этим палочкам впереди этих палочек самом начале букву цадик у нас получается слова циен не иван а циен и в том что греки принесли нам очень много чего хорошего отсутствовало только одно главное главное это отсутствовал всевышний до букву цадик который символизирует всевышнего и вот тот праздник который несут нам новоприехавшие то что нам несли тогда греки и вообще несут другие народы все хорошо но если там отсутствует буква цадик то это не наш свет да в нем нет буквы цадик в этом свете а мы соответственно не тот сосуд который может воспринять этот свет я говорю про духовном смысле да если мы не будем знать как правильно пользоваться светом то нам соответственно может принести темноту да то есть если мы пытаемся присоединиться к свету других народов мы пытаемся стать как они мы делаем максимально все чтобы стать как они мы выбираем в нас их духовный цвет но буква цадик она не там она не с нами то в результате этот свет нас ослепляет и мы теряем свое еврейское начало является теряем свою еврейскую душу и слеп ним как евреи до теряем самих себя то есть в результате наш сосуд разбивается что еще я хочу рассказать в свое время в детстве у меня были у нас были семьях семьи были некие знакомые которые советское время было абсолютно все все и еще немножко еще чуть-чуть где-то там они в магазине работали так далее так вот у них как-то сын попал в больницу они очень плакали они прямо до ребенок был в тяжелом состоянии а чё он был все в тяжелом состоянии ребенок объелся сервеладом сервеладом редко и в то время колбасу за которую надо было стоять в очереди доставать ее по блату и так далее прости меня причем тут вообще колбаса и свет это некий пример о том что есть очень много хороших и полезных вещей но мы должны уметь и понимать как ими правильно пользоваться как их умеренно использовать да если мы стоим у подножия горы и мы хотим оказаться на ее вершине нам же не приходит в голову сразу прыгнуть туда какой-нибудь телебрус да пришел к нам колбасу опс оказался на вершине такого не может быть такого не бывает а мы сначала проходим правильную подготовку мы потихонечку тренируемся мы покупаем там нужную одежду запасаемся нужными знаниями а потом потихонечку начинаем подъем тара нам все время говорит о размерах и границах каждая вещь в нужное время в нужном размере кстати очень интересно да корень всех плохих поступков всех людей абсолютно про всех людей откуда он идет он идет от рябуй ор без краб безграничного желания хорошего я хочу жить хорошо и к чему притягивается человек он хочет жить хорошо но он не готов сделать вот эту правильную подготовку он не готов пройти чему-то научиться пойти поработать потихонечку он хочет сразу и сейчас и тут то есть корень притяжения желание подняться к этому огню подняться к этому свету и так далее человек хочет скорее обогатиться или человек наоборот хочет почувствовать тоже обогатиться да почувствовать духовный свет да человек хочет чтобы ему стало хорошо и я говорю это вплоть настолько до того что там человек может принимать наркотики именно ради вот этого чувства мне хорошо это его некий духовный свет человек есть И тяга, вроде бы, к чему-то хорошему. Поэтому, если мы не делаем правильную подготовку, то естественно и само собой понятно, что получается очень печальный результат. Знаете, в своё время мы, я видела и другие люди, узнав, что мы евреи. То есть мы, конечно, знали, что мы евреи где-то там как-то, но узнав, что мы евреи, нам очень сразу захотелось стать правильными. И мы захотели сразу вкладывать вообще всё в это. И многие из нас, вложив безмерное количество сил, отказавшись от очень многих важных вещей, очень много того важного иногда вещей, иногда людей, иногда своих каких-то понятий, то, в чём мы постепенно в детстве воспитывались. Мы полностью захотели всё это отбросить. Нам полностью захотелось сразу оказаться на вершине горы и стать ровно такими же, вот как вот те люди, на которых я смотрю, какой равен, я хочу быть таким же, какой этот, я тоже. Я для этого всё это в сторону отодвину, всё не нужно, и буду поступать сейчас вот так, как, значит, вот тут вот написано по Аллахе, делай так, делай сяк, я буду делать всё очень правильно. И я буду сразу на той же вершине, я сразу буду таким же, как он. То есть одев тот самый, как бы, сюртук, лапсердак, ту же самую шапу и так далее, и отказавшись от всего того, что у меня было, я сразу стану такой же, как они. Так не бывает. Я надеюсь, что вы это понимаете, да? И есть очень интересная вещь, что каждый раз, как человек хочет измениться, сразу же рядом с ним появляется наша я-то жара. На самом деле она всё время и в нас, и рядом с нами, но в этот момент она активизируется. И она срочно хочет нам помочь. Она срочно даёт нам такое чувство, окей, сейчас мы, как бы, идём в нужном и правильном направлении и делаем совершенно правильные вещи. Утром мы молимся, каждый из нас молится, о том, чтобы Всевышний нас спас от двух сортов я-царара, от двух я-царара, да? Плохого начала я-царара, плохое начало, тот, кто не знает из тех, кто нас слушает. Один я-царара, он впереди нас, а второй я-царара, он сзади нас. Тот, что впереди, он всё время нам говорит, ой, ты не можешь, ой, ты не умеешь, это не для тебя, да? Ты вдруг захотел куда-то продвинуться, куда-то пойти, захотел чему-то научиться, и я-царара это тебя останавливает и говорит, ты не годишься. И если мы поддались, и мы поняли, окей, мы не хотим, потому что мы действительно, да, у меня есть одна знакомая, совершенно гениальный, гениальный фотограф, совершенно потрясающая, но каким-то образом, видимо, у неё осталось детство или что-то, у неё есть понимание того, что она ничего не может достигнуть в жизни, да? Это вот я-царара, который сидит в ней и не даёт ей пойти вперёд, не даёт ей сделать эти самые правильные шаги, чтобы именно её гениальность проявить, и она смогла действительно работать по тому, что Всевышний ей дал, да? Но есть второй я-царара, который находится, где он находится? Он находится сзади нас, да? И что он делает? Он толкает нас всё время, и куда он толкает, он же понял, он же услышал в нашей душе желание измениться, да? Он толкает нас на совершенно неизвестные приключения, и говорит, давай, иди вперёд, это так интересно, это так правильно, это так духовно, здесь ты можешь там, я не знаю, быстро обогатиться, тут можешь быстро построить, тут вот ещё чуть-чуть, да, займёшь где-нибудь миллион, и сразу ты окажешься королём, и вся жизнь у тебя будет в золото, да? И иди сразу и вперёд. И сказано, что когда человек хочет измениться, то первое, куда нас толкает ецарара, это то самое место, где есть рябуй-ор. Рябуй-ор, как мы сказали, слишком много света, это совершенно бесконтрольное количество света, что, кстати, если вы помните, изначально Всевышний создал этот мир, где было исключительно только хорошее место, где не было ничего вроде бы плохого. Результат такой, что сам Всевышний понял, что нужно сделать потоп и изменить этот мир, да? Невозможно, не бывает такого, что есть такое место, где есть только одно хорошее, где есть только один свет. Если мы не готовы, и у нас нет правильных инструментов делать то, что мы хотим, а ецарара нас толкает, и наше вот чувство, вот это «Окей, сейчас я взлечу на эту гору», да? Что добивается ецарара? Куда он нас толкает? Где мы окажемся? Да? Если мы не готовы, у нас происходит швератки лим, да, это то, про что я вам говорила, разобивание сосудов, и мы оказываемся в лучшем случае в том месте, с которого мы начали. Да? Это в лучшем случае. А в худшем происходит полное разрушение или наших идеалов, или наших начинаний, да? А у нас уходит свет, мы оказываемся в темноте, мы теряем надежду и практически оказываемся в тяжелом состоянии нашей жизни. Если она не разбивается, то во всяком случае мы оказываемся в кризисной ситуации. Всем известно, чем выше мы поднимаемся, тем больнее нам падать. Какой совет можете дать вы? У каждого из вас же есть, наверное, все взрослые люди тут, есть какой-то свой совет по жизни. Как не оказаться в такой ситуации? Да? Что мы должны делать каждый раз, как мы хотим принять серьезное решение в своей жизни? Я же со своей стороны могу вам дать один совет. В Хануку нам рассказывают про один маленький горшочек. Тот самый горшочек, который мы нашли после долгих поисков. Итак, давайте услышим. Один маленький и после долгих поисков. не то, что мы сегодня решаем, я сразу меняю свою жизнь, я стану суперспортсменом, я стану суперпрограммистом, я сяду на супердиету и сразу стану супермоделью. Во всем этом, слушайте, супер, 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 сразу высоко, сразу свет, сразу это самое. Нет. То есть, мой как бы совет. Если нам пришла идея изменить свою жизнь, то мы начинаем поиски. Чего мы ищем? Мы ищем наш персональный маленький горшочек, наше персональное чистое масло. В храме чистое масло, найденное в маленьком горшочке, горело и светило 8 дней. Хотя это чудо, потому что его было настолько мало. Первое чудо, что его нашли, значит, мы понимаем, что чудо найти в себе этот самый горшочек. Второе чудо, что его было совсем-совсем мало, но оно горело 8 дней. А в нашем личном, каждого, в нашем личном храме, наше чистое масло, это что? Это забота о близком человеке. Дать другому то, что важное именно для этого человека. Для того, чтобы ему стало хорошо, для того, чтобы ему помочь. Без задней мысли, без того, что мне будет от этого. Дать, потому что ты хочешь позаботиться о близком, ты хочешь делать его жизнь радостнее и светлее. И каждый из нас может делать это не только 8 дней, а может делать это всю жизнь. Найдя вот этот самый горшочек с чистым маслом, он может зажечь огонь в вашей личной душе, в вашем личном храме, в вашей личной хунукие, да, в вашем сердце. И если вам в жизни необыкновенно важны и нужны великие, большие проекты, то что нам надо взять с собой в этот самый проект? Нам совершенно необходимо, чтобы всегда с нами присутствовал этот самый маленький горшочек с чистым маслом. Делая какой-либо проект, мы должны всегда помнить, что с нами должна быть буква ЦАДИК, да. Мы должны строить наши проекты и нашу жизнь не по греческому рецепту, а взять свой еврейский рецепт и с буквой ЦАДИК, и с маленьким горшочком с чистым маслом начинать правильно строить свою жизнь, не прыгая на великие вершины, а чтобы огонь горел постоянно и всегда. Хорошего, радостного вам праздника, нужного и правильного еврейского света. Не ослепляйтесь, а наоборот грейтесь и несите свой свет другим. Всего хорошего, хорошего праздника.